Всем привет, с вами Сеня, я записываю свой второй видеоблог, которым хотел бы поделиться о том, как справедливо ходить. Кто это вообще может 6 часов тупо смотреть матч? Три чемпионата мира! Просто три! Три, да? Три! Ну, я думаю, Сеня отлично себя раскрыл, свой потенциал на такой момент. Он больше так остепенился частично, я в нем не вижу такого драйва. Что мы смотрим? Опять это заруба, опять такие размены. Да кто это такой, что он мне рассказывает, как они играют? Опять они будут занимать этот фанат. Доволен ли он в принципе своей жизнью? Бежать на диване, в бассейне, ничего не делать. Очень удобное, кстати, кресло у меня. С возрастом, ты просто понимаешь, что время уплывает. Как-то надо просто жить, я не знаю, не думать об этом, что ли. Что ты это прикрасил в хату? Да, видите. К вашему приезду. Да, глобально много чего там. Солнечные панели, бассейн, это если сравнивать с видосом, который я только снял, когда сюда приехал. Там очень красивый вид и панели его полностью закрыли. Уже сейчас появились технологии, которые в той же площади вырабатывают в два раза больше. Ну и соответственно кусок вида можно открыть. Потом забор поменял совсем недавно. Когда сварили этот забор, там, не знаю, папа придумал, что можно вот ставить по центру там все что угодно. Но так как у меня есть логотип свой, я думаю, ну давай туда свой логотип прикрутим, чтобы вот так оно смотрелось. Борька, идем. Навик. Навик. Боря только начал говорить у нас. Потихоньку, да, да. Мама, папа, наверное, первая. А может синий, синий, ему нравится синий цвет почему-то больше остальных. Как он говорит, синий. Тут у меня такой огород, короче, можно выращивать все что угодно. Тут был специальный человек, который просто по приколу выращивал там клубнику, там, ягоды и так далее. Свой дворик для навика, который тут бегает, кушает травку, прикидывается козленком. Вот эти вот всякие деревья я сам сажал. Вот это, вот это. Черешня, вишня, там яблоки есть, там смородина растет. В общем, летом тут очень классно. Не занимаешься, не продаешься? Не-не-не, я вообще бизнесом не занимаюсь. Я комментирую, стримлю. Строишь дороги? Строю дороги, да. Вырабатываю солнечный свет. Поехали по такой местной дороге, а я вот построил вот ту дорогу, 500 метров квадратных, 160 или 170 метров в длину и там два с половиной в ширину. Где-то так. Очень дорого она мне обошлась, но это такое глобальное капитальное сооружение, которым пользуемся и мы, и соседи наши все. Тут, в общем, теперь довольно часто люди стали ездить. Тебя уже считаете, второй избиратель? Да, да, избиратель, если в политику подамся. Сделал у себя, сделаю и вам. Без вариантов. Здравствуйте. Как это? Все хорошо. А по КСу сегодня финал, AEM Summer это в принципе неплохой крупный турнир, но ничего особенного. То есть такие чемпионаты у нас раз в месяц или даже чаще проходят самыми сильными командами мира. Ставку зарядил? На спорт. Ставку на спорт. Да я, если честно, очень редко в тех случаях, только когда я прям невероятно уверен. Ну, сегодня я вроде уверен в команде Gambit, но там КФ 1.3 и, соответственно, для меня плюс-минус какая-то вменяемая сумма, это, ну, наверное, 1100 гривен надо поставить, да, чтобы 30 тысяч сверху забрать. А при этом я понимаю, что 100 тысяч гривен как бы и проиграть можно. Поэтому дилемма получается, дилемма. У каждого сотрудника, это комментаторы или люди, которые занимаются продакшеном, там звукорежиссер, режиссер, обсервер, у него есть такой вот набор. Супчик. С капусткой, но не красный. Второе, один из самых полезных салатиков, свекла, натертая, с добавлением масла. Дота идет, да, и как бы есть люди, которые работают тут где-то на этаже в студии, комментаторы и аналитики. Там четыре, по-моему, они сейчас аналитика я видел и, как обычно, два комментатора. Ну, вот на доте шесть человек задействовано, людей, которые в кадре, ну и, наверное, четыре человека, которые, вот, собственно, это все поднимают. Вот, собственно, Ламочек, человек с самой быстрой машиной. Настоящий спортсмен, это мой сокастер, мы с ним часто финалы комментируем, Костя Ленин. Да, но не сегодня. Многие его знают, да, сегодня он чего-то не захотел. А вот тут делают грим. Сейчас Дима Деф сделает, а потом я присяду. Параллельно события футбол, Дота, КС. Да, да, да. Так это еще фигня. Вот Вилат тут входит, он, например, увлекается всеми видами спорта. И тут бывает так, что там КС, Дота, потом там Формула-1, велосипеды при этом еще какие-то едут там рядом. В общем, там параллельно, ну реально пять событий может быть, а то и шесть. Дай кепку. Очень удобное, кстати, кресло у меня. Здесь это такая тоже детская мечта на электроприводе. Это если смотрели сериал «Друзья», я его очень любил в детстве. Там Джоуи с Чендлером пришел, и, по-моему, когда Джоуи разбогател, и он купил такие кресла, только там они у него механические, там просто так дергаешь, и так оно выстреливает, и так типа ложишься. Уйди. Ну это реально классная покупка. То есть очень редко бывает, что там дорогая, но вот реально пользуешься, все классно, и оно вот стоит, оно качественно. То есть уже пять лет этим диваном, ну понятное дело, там немножко износились, но опять же износились, потому что у нас собака иногда сходит с ума и начинает, короче, туда-сюда и вот так вот. Дай кепку. Авик. Не приставай к людям. Самое одно из смешных таких событий, это же, вот несмотря на то, что мы выиграли там четыре чемпионата мира подряд, мы сделали NAVI, да, мы как бы являемся основателями этой организации, а при этом до сих пор куча людей знает меня и помнит меня, потому что я когда-то крикнул «сосать, уроды, сосать», во время официального матча. Сеня, минус Дель Пан, минус два, минус три! Вот это просто от души, Сенечка! Сосать, уроды, сосать! Вот до сих пор, там, заходишь на ютуб, пишешь сене, там, в топ-5, наверное, в поиске, там, есть этот момент во любом. Самое смешное, что это как бы произошло, по-моему, в 2011 году. Прошло какое-то время, да, тогда посмотрела, конечно, какая-то аудитория, ну, условно, пятьдесят тысяч посмотрим. Прошло уже время, и там, в пятнадцатом или шестнадцатом году, опять же, как-то алгоритмы ютуба, плюс моя какая-то, там, стримерская деятельность заставила, там, людей искать, и в итоге, там, в пятнадцатом или шестнадцатом еще раз посмотрели это, там, люди, и, там, полмиллиона просмотров стало, там, на оригинальном этом видосе. Ну, и по итогу, меня запомнили как какого-то, там, провокатора или, там, человека, который, там, неадекват. Тогда было время такое, в плане киберспорта, ты мог себе позволить, в принципе, все что угодно. Это сейчас, там, толерантность на каждом шагу, правила, судьи, большие деньги, и, конечно, сейчас игроки такое не позволяют. Хотя, факи, в принципе, тыкаю, честно. Охо-хо-хо-хо-хо! Все люди, которые в телеке или на каких-то передачах в онлайне, их всех гримируют. Кстати, И ник неправильно написан на кисточке. У меня через Си. Ну, это я подписывала. А я вот, когда стал гримироваться, лет 7 назад, 8, я сейчас постоянно, когда смотрю в кадре, вот всегда вижу, что человек загримирован. Ну, потому что картинка съедает половину твоей красоты. И чтобы эту красоту восстановить, надо краситься. Это, кстати, новый аппарат. Ну, для меня новый. Я его прошлый раз увидел. Это было пару месяцев назад. Мне на глаза закрыть сайт. Теперь мы идем в стримерскую, комментаторскую. Так вот это все выглядит. Я обычно прихожу первый. Сокастеры мои догоняют. Открываю окно. Устраиваю сквозняк. Вообще, тут всегда очень жарко, потому что куча света. Нам еще сегодня повезло с погодой. А вчера вот было вообще. Пришлось кондиционер включать. Он здесь плохо работает. И со слаймом чуть не умерли. Ну, потому что, во-первых, эмоции, какие-то нервы могут быть там. Если все дело четко, спокойно, то температура тела наладится. Вот на этих А4 обычно много текста. Здесь спонсоры, которых комментаторы должны озвучивать во время матча. Ну, вот, например, бритва Philips, да. Есть ситуационные варианты. Это когда непосредственно по ходу игры ты можешь прочесть и понять, что оно подходит, ну, и как бы озвучить в эфире. После матчевое или после раундовое. То есть, если чуваки взяли Диггл, да, и это Диггл себя оправдал, то тут надо сказать, что, типа, вот Диггл себя оправдал, между прочим, точно так же, как и бритва Philips OneBlade. Типа, отличная покупка. Но, кстати, раньше было намного больше рекламы, и мы тут немного протестовали, потому что пол карты ты должен в каждом раунде озвучить какую-то рекламу. А при этом у тебя на экране соответственно экшен какой-то происходит, а тебе в наушник говорят, типа, озвучивай рекламу. Матчи Бласт Премьер – настоящее удовольствие. Еще больше удовольствия добавят Магнат Мультипак. Шесть мини-эскимо Магнат с разными вкусами. Кликай на баннер по трансляции и заказывай мороженое с доставкой на дом. Ну и в итоге нашли компромисс, и сейчас все очень, в принципе, комфортно. Я иногда озвучиваю рекламу творчески, добавляю немножко кринжа, но мне таким образом кажется, что реклама тогда запоминается в любом случае. Когда ты там каким-то интересным голосом, там типа «Все парни хотят быть на стиле, а создать свой ты можешь с девайсом Philips OneBlade. Подравнивай волосы, как я, на самых сложных участках лица, шеи, тела». И, соответственно, там «га-га-га», все пишут «Philips OneBlade». Это как бы люди запомнили. А где у тебя самые сложные участки лица и шеи? Ну, я не буду об этом говорить. Где у меня самые сложные участки, но там даже «Philips OneBlade» не справятся. Вот, кстати, Машка. Она реально очень добрая, вы ее не бойтесь. Машка. так, Навик. Ее, правда, вычесывать надо, стричь. Я все пытаюсь найти сейчас человека, кто мог бы этим заняться. Но пока что-то без вариантов. Так, а вот здесь «Альтаночка», которую мы совсем недавно построили. Строили ее год. Места, в принципе, довольно много, по-моему, там, больше 50 квадратов. Стол такой, где помещается вся наша компания. Это если я с друзьями что-то отмечаю. Ну, или с родителями тоже все помещаются. А вот недавно что-то было, если ты? Да, это у жены Вероники день рождения был. Как раз тут мы решили первый раз отметить что-то такое глобальное, чтобы посмотреть вообще, как это все работает. Мы только начали сильно встречаться. Он где-то был на каком-то чемпионате, я уже не помню, в стране. Играют, играют, напряженные моменты. Мы с моим лучшим другом всегда смотрели у меня эти турниры. Что смотрим, смотрим, кричим, Олег кричит, что у них нет денег, нет денег, мама залетает в каком-то скинь номер карточки и я им сейчас закину. Ну, какой-то там эко-раунд. Они такие, мама, мама. А потом моя мама начала интересоваться. Моя бабушка очень хорошо интересуется. На постоянном на ютубе я захожу на ее поиски. Там, Арсения Треноженко, Зевс, Ваня Эдвард, что нового, куда пропал Зевс. То есть он постоянно все следит, постоянно все смотрит. Настолько это интересно было, чем он занимается, потому что я тоже не сразу поняла, когда мы с ним познакомились, я играю. Ну, мы вот в 10-м году, когда выиграли первый чемпионат мира, сразу стали очень популярны. Такое у меня всегда есть воспоминание, яркое. После, опять же, АЕМа, мы приезжаем в Киев. Во-первых, нас там встречает очень классно семья Маркелова, Егора. Мама с папой включают песню прямо в аэропорту. Призвели с собой такой бумбокс, там, We are the champions. Такое дикое ощущение радости получил. Тогда вот реально я понял, что как бы начинается, наверное, такая особенная часть нашей киберспортивной карьеры. Я до того, как Сеня стал уезжать, я вообще с компьютером абсолютно не дружила. Если Сеня не выключил компьютер, я его вынимала из розетки. А когда он стал ездить, надо было как-то смотреть это, где он там, чего он там. Я в свои 150 лет не оказалась за бортом. Я как-то умею на кнопки нажимать. Перед каждым Сениным турниром я пекла пирог с капустой. Капуста это не просто так. Нет, чтобы заработал капусту. Никогда не было такого там не играй, там это несерьезно. Он очень рано стал зарабатывать. Когда он мне первый раз сказал, дай 90 долларов, буду наушники покупать, это у меня, да, чуть инфаркт не случился. А потом я видела, что это увлекает. Но это очень тяжелое дело. Я не знаю, как вы играете, не играете, а морально это очень тяжелое дело. Психологически это такие тяжелые очень нагрузки. Он же отдыхать не умел. Они когда играют, отдых, это так 20 минут полежать и опять бежать, нажимать, потому что идея какая-то пришла. Или бывало такое, что все, не могу больше. Ну, это как-то очень быстро, потому что такой темп, что остановиться невозможно. Всех ребят знала из команды. Я еще за Нави болею, несмотря на то, что вот последнее время гамбиты у нас чемпионы. Я все равно болею за Нави. Но Нави выиграли последние три мая. Это я знаю, это я знаю, да, с битом, с новым. Все, я в курсе. Без 15.5, у нас еще 15 минут. Интересно, Тафа опоздает сегодня или нет? Тафа любит иногда ссылаться на такси, на пробки. Комментаторство по-любому от тебя требует словарный запас. Словарный запас у тебя или из книг, или из прослушивания каких-то опять же подкастов. Ну и опять же, этот словарный запас надо как-то увеличить. даже когда он у тебя есть, надо потом черпать еще. Какое ты последнее слово новое знал? Ну так на вскидку, может быть, кринж, но опять же, это прям, может, пару лет назад я его узнал. Сейчас, правда, в последнее время как-то сам стал использовать. Все говорили кринж, кринж, я вообще не понимал. Потом спросил, что это такое, оказалось, что это испанский стыд. Я такой, ну, испанский стыд, а что такое испанский стыд? В итоге оказалось, что испанский стыд это то чувство, которое ты испытываешь с раннего детства, когда тебе просто за кого-то стыдно. Почему он испанский при этом оказался, это непонятно. Ну, википедию зайти. Да, надо почитать. На протяжении тысячелетий устраивается единую систему человеческого восприятия. Это все пиздецкое во всем. Ты же записываешься? Нет. В августе будет восемь лет, как я всем этим занимаюсь. Все такое лицо просто типа, восемь лет. На первом мажоре, который я провалил, конечно, комментировал ужасно, на меня вылилось столько критики, ну, я не ел за за все девятнадцать лет жизни столько, сколько съел за там пяти-шестидневный турнир. И меня это так задело, что я сначала хотел, ну, просто уволиться и как бы забыть об этом, но потом решил, стану лучшим комментатором СНГ. Мне плевать. Ну, может немного ЧСВ, но у меня не было выбора. Или ты ставишь такую цель, или тебя просто сожрут. Ну, я думаю, Сеня отлично себя раскрыл, свой потенциал медиагигантов КСВ. Он же все-таки чемпион мира, не единожды игрок Na'Vi золотого состава 2010, уже тогда он набирал медийность, популярность, и от таких людей ты ждешь какой-то налет высокомерия ЧСВ, что он не будет ставить тебя как Сокастера, потому что, ну, я ведь тогда вообще не был связан с кейсерской средой. Ждешь от него какого-то, ну, налет ЧСВ, как я и сказал, но он очень тактично себя вел, не было от него, знаешь, никакого неуважения, и он всегда общался, старался тебе помогать, и это меня очень, очень впечатлило. Сеня это один, знаешь, из тех уникальных людей, которые в киберспорте были еще до того, как я в него пришел, при том, что я в киберспорте с 2003 года, уже тогда Сеня играл за львовскую команду, Трэз она называлась, по-моему, если я не ошибаюсь, и уже тогда они во Львове играли на турнирах, он приезжал сюда в Киев, играл активно и так далее, потом все знают историю Сени, Na'Vi, результаты и так далее, и после окончания карьеры, вот, да, я так комментировал с самого начала в киберспорте, Сеня, даже еще будущий игроком, он был тем человеком, который давал много интервью, который никогда не боялся камеры, который никогда не боялся медиа-ответственности. Ну шо, диджей Тафа, куда ты сошел? Врубай. Это был правильный шаг, это было правильное развитие его как личности, когда он уже перестал играть, когда уже не та механика, все-таки возраст и так далее, да, молодые там подушивают, что он уйдет куда-то в медийную составляющую, и что он должен вот все свои знания, которые накопил за время игры, людям передавать дальше на своих трансляциях, на стримах, поэтому все его шаги и первые его эфиры когда-то еще в Шторм-студии, которая была в Киеве, потом в Рухабе, мы вместе с ним работали, здесь в Мейнкасте, это один из самых опытных, там наравне с Тафой, людей, которые рассказывают о Counter-Strike, которые об этой игре знают абсолютно все, и, соответственно, с ним всегда дико комфортно работать, его очень сильно уважает аудитория, потому что уважение аудитории получить довольно сложно, будь это спорт, будь это киберспорт, будь это футбол, люди всегда смотрят, да кто это такой, что он не рассказывает, как они играют, а Сеня как раз-таки тот человек, который может рассказать, то, что он выиграл чемпионаты мира, то, что он со всеми этими игроками играл, он всех их знает, он знает, как это работает, он знает, как готовится команда, как это сложно, вот этот его авторитет и его всегда желание быть на камере, всегда желание правильно себя поставить, правильно работать на камеру, правильно работать с аудиторией, вот оно и привело к тому, что он является одним из самых популярных стримеров и однозначно одним из самых популярных комментаторов в CSGO. По планировке так сложилось, что это самая дальняя холодная комната, в которой я должен проводить много времени. И у меня здесь всегда такой творческий хаос. О, кстати, кондиционер забыл выключить. Сутки работал вот так вот. Ну и все. И тут сижу 4-5 часов. Ну не люблю, не знаю, эту комнату, она какая-то вот. Ты даже убирал тут и все, все это было. Но все равно она как-то угнетает. То есть реально, может быть, когда-то я там в другой части дома сделаю себе другой кабинет. Но опять же, я вот перестал вообще проводить время за компом вне стрима вот абсолютно. То есть вообще, может это связано с возрастом, может все-таки с комнатой этой, потому что сюда надо стримить. Я туда-сюда прихожу, постримил. Или там откомментировал матч. Все, ушел, забил. На что влияет в логерс? Это же цифра как бы идет, но по сути, что меняется? Да меняется просто твое мировоззрение, наверное, я же говорю. И ты понимаешь, что время уходит, и тебе надо просто что-то, как-то тратить это время с умом. То есть там, например, друзья могут поиграть в какую-то игру. Зовут меня. А мне вообще не хочется сидеть в компа просто и с ними играть. Не знаю. Вот вчера раньше очень любил компьютерные игры. Именно посидеть, поиграть с детства. Буквально вот я был так, ну там, наверное, чуть-чуть старше, чем Боря. Там два с половиной, три года мне было. Был компьютер уже на то время. Потому что отец программированием занимался в молодости. Он как бы увлекался всякими этими штуками. И я вот уже тогда сидел за ПК. И тогда это вообще эмоции просто непередаваемые. Компьютерные игры, типа вау, круто. Игра. Игра, она вообще, она же из ребенка человека делает. Потому что, ну вот пока ты растешь, ты все время играешь во что-то. И сейчас вот, когда уже вырос, тоже играешь. Что-то появилось там, там этот квадрокоптер, это знаешь, надо вот обязательно тебе хоть там сто лет, а тебе хочется это все рычажки подергать. В 88-м году вот я дипломная работа, у меня был реальный компьютер. Первый, никто их не видел. Там клавиатуру я сделал, чтобы кнопок не было, знаешь. Так я вытравил плату с клавишами из меди. Покрыл их никелем, эти клавиши, буковки там эти все. И емкостного типа, знаешь. Все остальные играли, все, все, для них был компьютер, это как игра, знаешь. Кто, кто во что гораст, понимаешь. Ну, играть-то он научился, потому что я, я очень активно играл в ралли, как это такая была игра первая. Формула-1. Я очень увлекся, да-да, этим. Это моя Сеня-кар. Это секси, хорошие тарелки, много места для семьи. If you like it, you will get right. Все выбирал здесь сам в этой машине, составлял ее от А до Я, то есть цвет, цвет салона. А красный салон, я не знаю, мне как-то нравился. всегда в каком-то Мерседесе. Там первый раз увидел этот красный салон и, соответственно, решил взять себе именно его. Ну и, сам не понимая того, навлек на свою машину прозвище Арбуз. Потому что внешне она зеленая, внутри красная. И в итоге езжу на Арбузе. Сейчас мы ездим на электричестве. И, в принципе, я вот сегодня, кстати, утром катался, пока я умыл, поставил рекорд этой машины. 36 километров на электричестве. Без включения бензинового двигателя. Очень удобно, я не любитель заправок. Приехал, типа там, постоял в очереди, там еще что-то. Соответственно, я реально заряжаю, если не езжу, ну, только в Киев отъеду, да, тогда, понятное дело, заправляю ее и так далее. А по городу, ну, раз, может быть, полтора-два месяца я заезжаю на заправку. В конфигураторе 150 тысяч долларов она не вышла. Плюс страховка, оформление, 160 тысяч в общем. Финальная ее цена. Самая большая покупка такая в моей жизни. Я долго думал, сомневался, там, выбирал. но когда я пришел к Поршаю, я уже, в принципе, ну, другие машины не рассматривал. Ну, сейчас мы попробуем уничтожить вашего оператора. А как с трех удочек? Два. Ну, пока нет, ну, он просто сам похудел. Да я же первый раз никогда не знал. То есть, это он гудит раз-два и на третьем и едем. Правильно? Надо еще попробовать. Папа любил погонять, ну, по тем временам у меня форт всегда был, там, дизельный. Еще таким маленьким был, у меня было ДТП небольшое, что он, я смотрю, я тормознул, он летит с заднего сидения вперед, знаешь, я его вот ловлю буквально вот так рукой и торможу, и ловлю. Ну, как-то, дорога, это все-таки серьезное дело. Я, в принципе, не приветствую там разного рода такие вещи на обычных дорогах. теперь я, да, должен всегда выжить по-честному? но все равно это без лаунча, значит, без лаунча, да? А? Не, без, что-то не включается. Ну, давай, сигнал. Ну, это случайно уже будет. Да, сейчас все получилось. Вот так вот сходят люди, узнают иногда еще. В нынешнем медийном мире кого-то как-то зацепить надо ну, реально какую-то дичь исполнять. Там бомба дропнулась. Вы дебилы, честно, не нарежете. Она порвала деда, деда порвала. А я как-то еще раз говорю, ну, воспитан немножко иначе. Я думаю там, а что мама скажет? Мама, извини меня за маму. Очень извини. А что папа скажет? Да, ты все-таки, не знаю, стыдно, не стыдно, да? Вообще, собирался сегодня пить, но я особо не люблю пить после побед, потому что очень эмоционально опустошен после побед всегда. Помню, весь номер китайского отеля обливал от и до каким-то китайским вином. Тиммейты мои там могли испорожниться случайно уже, будучи в полном каком-то алкогольном экстазе. Чаще на самом деле все заканчивалось нормально, но были, конечно, случаи там, когда кто-то перебрал слишком сильно и в итоге все выходилось под контролем. А зарубы встречались? Диевс там когда-то тоже в том же Китае дрался, да. Мы тренировались в компьютерном клубе в подвале, прибегает знакомый админ, говорит там ребята выйдите какие-то разборки надо помочь там что-то такое. Мы в итоге выходим, а нам по 15 лет ко мне подлетает какой-то один из этих чуваков сразу, короче, дает с руки рассказ из уст моего тиммейта самого взрослого. Он такой говорит ну типа вы же типа раньше пошли, я еще сидел играл, я выхожу, вас уже короче всех раскидали, я выхожу, ко мне подлетает чувак сразу а ты что самый здоровый? И ему короче точно так же дает. Ну и короче так получилось, что вот эти три чувака где-то им по 25 они раскидали там 9 мало лет это или 10 нас вот было в итоге они всех нас отпустили. Ну и так уже вспоминая это с тех пор это смешная история, да да, это было конечно обидно и страшно. Мне потом глаз зашивали там где-то рассечение вот тут было я ходил с таким фенгалом в школу все спрашивали типа что там как там но потом как-то дирекция клуба разрулила этот конфликт они там эти чуваки на деньги в итоге попали там всем оплачивали там какие-то увечья все это плюс клубу компенсировали какой-то ущерб все-то такое а так не было никаких никогда толком драк я как-то пытался всегда это избегать обходить до сих пор смотрю все стримы которые Сеня комментирует все его ежедневные стримы может там не прям сиднем сижу но тем не менее все смотрю все слушаю он что-нибудь из жизни говорит мне нравятся его философские всякие дела песни подпеваете когда поет ну когда Сеня поет это вообще такое очень мамское оно у меня внутри все дрожит и мне кажется что он Александрградский чуть поела да скатилась позали ты будешь вечно со мной я-я-я-я комбат орет разорванный рот у комбата потому что граната белая вата красная вата не лечит солдата в плане языка никогда никаких проблем я действительно очень хорошо знаю украинский язык буду комментировать на украинском языке потому что у нас развиваются местные федерации большие чемпионаты будут проводиться и все это будет транслироваться возможно впоследствии на украинское телевидение никакой проблемы в этом не вижу это будет неплохой для меня опыт не выйти на верхнем и не выйти на нижнем а у нас остается буквально 2 минуты до начала матча и вот собственно как я и говорил мой коллега опаздывает если он не успевает тогда ты просто сразу получишь локтя главная камера нас не показывает и мы врываемся в эфир пресс этого локтя ты понимаешь вот этот локоть у себя вот здесь вот привет Тафа 30 секунд начинай здравствуйте дорогие зрители сеня и Тафа в студии мейнкаст у нас в яме поджим от манту и уже пошел первый размен флешка от акселя выбрал вальдо остается все тот же красный алекси шансов практически нет его просто забивают здесь в уголочке и отличный пистолетный раунд для гамбит 1-0 сеня открыл даже линию опоздаешься или нет так ну нет это все шуточки я всегда прихожу за минуту до старта все нормально все как часы на кого ставить ну 60 на 40 гамбит аналитика от сеня не ну я тоже ставил на победу гамбит изначально перед матчем но все-таки best of life финал он такой довольно сложный и иногда всякие разные веселые вещи происходят но видно что ребята в форме готовы у нас тут дота на фоне но мы смотрим кс все нормально спасибо поддержу хорошо спасибо бар называется лимончелло это бар моего знакомого мы вместе когда-то играли в контрстрайк в одной команде она называлась ручеек это моя первая команда пкс и вот боря малиновский он впоследствии стал львовским ресторатором многие слышали наверное про такое культовое место в львове как бар кривая липа а вот это тоже его заведение ему это нравится ему это интересно и вот он постоянно пытается привлекать аудиторию новыми фишками но кстати в львове сделать это очень тяжело но я думаю рано или поздно что-то такое для себя можно было бы сделать в принципе это интересно но есть свои как бы ну как в любом бизнесе есть свои трудности то есть если сейчас я как бы стример у меня там ответственность с одной стороны большая с другой стороны она это все зависит от того я там запустил стрим пообщался с людьми что-то прорекламировал там не задонатили как бы на этом вопрос закрыт а тут все-таки ответственность кухня бар ну это тоже имеет место быть но как бы я наверно пока к этому не готов тысяча долларов у человека зарплата там у него не повышается но это еще в лучшем случае какая-то и он там сто тысяч отложил и вот он думает как же эти сто тысяч так пристроить чтобы там больше не работать менеджером среднего звена потому что ему это надоело а у меня как бы ну во-первых дело очень хорошее любимое во-вторых довольно много я зарабатываю в любом случае поэтому я как-то не парюсь чтобы это все куда-то вложить там да и миллион долларов снять но хотелось бы конечно хотелось бы но опять же везде есть риски а я человек который слишком много думает про эти риски зарабатываю 10-15-20 в зависимости от удачного месяца неудачного разные месяцы например там в коронавирус когда все ушли на локдаун для меня была самая прибыльная пора года потому что там все наложилось онлайн увеличился там шоу-матчи удалось организовать с нави потом там гта стало бесплатным и люди стали массово дома играть в гта эти гта серверы там стали какие-то вообще сумасшедшие деньги платить take my horse to the old time road I'm gonna ride till I can't no more I'm gonna take my horse to the old time road I'm gonna ride till I can't no more и против вас БРАВО! лучший красиво красиво ааа потом как-то все подупало меньше все стало но при этом оно все равно как-то выходит ааа какой-то баланс плюс-минус когда вот только начинался ковид в тот момент по сути киберспорт стал я считаю вообще миссией для многих отраслей и индустрии ну ставить то больше было ни на что вообще абсолютно все традиционные виды спорта просто перестали существовать там на три месяца наверное ну ты себе не представляешь сколько мне начало приходить сообщение от людей которые там вообще от этого далеки ну которые так ну шо там киберспорт матч ну которые на футбол знаешь все время так а шо тут что тут можно ставить а эти крутые или нет и они там просто давай лупит там в любом случае в какой-то момент я считаю что киберспорт помог очень сильно другим индустриям тоже я вот буквально вчера посмотрел фильм о национальной футбольной сборной Украины и где у ребят спрашивают вот вы готовитесь к евро что вы делаете они все рассказывают что вот мы тренируемся в свободное время мы все играем counter-strike и смотрим стримы мы заряжаемся энергией от матчей там нави и так далее то есть это уже не просто что-то вот такое это уже массовые и соответственно но это новая культура которая растет которая развивается культура стриминга продолжает расти и культура стриминга вокруг игр перерастает во что-то другое и мне кажется это только будет развиваться все дальше и дальше сейчас ты можешь построить себя сам то есть тебе не нужно договариваться там с друзьями играть собирать какие-то команды пытаться где-то отобраться я вот конкретно работаю ну есть такая должность FPL ментор называется FPL это лига где играют одиночки миксами по вечерам у них там тоже есть какой-то призовой на самом деле немалый то есть первое место первый игрок за месяц 5000 долларов получает ну это как бы немало и люди благодаря тому что они играют сами плюс они стримят плюс попадают в среду проигроков они могут туда пробраться сами абсолютно вообще без какой-либо помощи развиваются как медийные личности в итоге их замечают команды скауты клубов и они попадают в команду при этом знаете CS не заканчивается вот чем прикол то есть у нас это для меня это честно проблема но люди все равно как-то смотрят им это интересно потому что наверное аудитория все-таки людей там 15-14 лет то есть это те люди которые могут позволить провести много времени у ПК им интересно и этот матч посмотрите потом и этот матч интересный и этот матч интересный а я уже видел сотни матчей тысячи матчей и даже десятки тысяч сам по игры отыграл на просто не кучу лет у меня бывает такое что вот честно я такой жик сижу горю типа вот что мы смотрим опять опять они будут занимать этот банан опять эта заруба опять эти размены но при этом эти же команды будут играть ту же карту через неделю или еще раньше да там на следующий день и в итоге это у него кстати любимое тут место я стримлю а он приходит сюда и начинает закутываться в эту штуку вот так вот вообще он любит закутываться вот так вот топ ну и в итоге эти же команды они будут играть снова между собой абсолютно те же карты и опять же там все решится о каких-то нюансах например дискуссии там ведутся Бест оф 5 финал по КСу или Бест оф 3 но они периодически всплывают будучи игроком или будучи там более молодым ну вроде классно было а сейчас я понимаю что сидеть пять часов или шесть часов смотреть матч по КСу ну это тупо нереально сколько это времени кто это вообще может шесть часов там воскресенье вечером выделить чтобы вот так тупо смотреть матч пристально внимательно Сеню лично узнал только когда он уже закончил игровую карьеру он вообще был у меня тренером в команде полгода где-то и тогда вот мы с ним как-то близко законтачились но у меня было ощущение что вот уже вот крайне мере последние годы не знаю с какого момента он больше так остепенился частично и я в нем не вижу такого сверх драйва там что он сейчас готов там играть там кучу часов он сам об этом говорит но вот когда он у нас стал тренером в команде вот видна была жилка которая явно его там драйвила кучу лет там еще раньше когда он был профессиональным игроком то что он если во что-то вот вгрызается ему это очень важно то есть живет прям в этом он научил нас когда у нас есть преимущество закрывать игры то есть играть надежно у нас была там раньше такая тема что мы могли не понимать разницу в раундах и играть просто каждый раунд как новый скажем так а он нам такой привнес более макро видение как можно поменять свою игру как играть более надежно как играть менее рискованно почему это нужно делать и это позволило чувствовать себя немного стабильнее думаю это больше всего нам импакта принесло в четырнадцатом-пятнадцатом году я уже об этом не первый раз говорю я проводил по 12 часов за компом каждый день на протяжении там полутора-двух лет хочется там не знаю может быть вечером пойти в центр города где-то пройтись погулять но вообще да наверное наверное ой и что ты сделал землю принес испачкал папу испачкал папу испачкал папу а а а а а а реально иногда ощущаешь себя на сто лет иногда на пятнадцать шестнадцать боль в спине напоминает о том что уже как же скоро 33 бывает и такое но как-то надо просто жить я не знаю не думать об этом что ли старость в киберспорте не не знаю опять же и в тридцать в тридцать плюс лет наверное можно показывать неплохие результаты но мне кажется весь вопрос в мотивации люди с годами ее просто теряют мы как-то ну ехали с ним у него в машине прикольная у него машина кстати ну я так у него спросил доволен ли он в принципе своей жизнью то есть тому чего достиг говорит конечно нет хочется на самом деле лежать на диване в бассейне ничего не делать и приходится ездить на какую-то работу еще документировать то нужно постоянно зарабатывать крутиться он уже вроде вот от этого немного устает поэтому всегда есть куда расти всегда есть чему стремиться вопрос только мотивации насколько ему это самому нужно главное мне кажется любить то чем ты занимаешься и если это любовь не угасает если человеку не надоедает можно заниматься этим пока не умрешь тот пытается что-либо предпринять нашивает зик его окружает со всех сторон 60 хп у вальдо и шира нет не ставят точку ставят все-таки аксель и именно он и команда гамбит естественно приносят еще один кубок в свою копилку спасибо тафа как всегда на высоте классный прогноз но на гамбит легко было прогнозировать сказать гамбит которые победят тут к бабке ходить не надо и я сегодня вакцинировался поэтому да поэтому скажем так отдыхать тоже можно как ощущение да вроде нормально нормально себя чувствуешь да рука побаливала тут но сейчас нормально я просто старый я боюсь идти на эту вакцинацию сам да ладно все мы там будем так рано или поздно мне нужна проверенная хотя я опять же отношусь к жизни философски я понимаю что все мы как бы будем там и рано или поздно наш путь закончится но как-то просто хотелось бы больше каких-то дел сделать а с другой стороны я всегда говорю что бы ты не сделал будь ты Илон Маск или Эйнштейн ты на самом-то деле уйдешь как все обычным человеком и самое главное мне кажется тебя даже не запомнят то есть нам-то кажется там Эйнштейна мы помним но опять же это было сто лет назад а через пятьсот лет а через тысячу а когда а когда ну там вообще человечество какой-то рубеж определенный пройдет то есть никого не запомнят вообще последние тысячу-две-три да которые мы знаем о себе люди это ж по сути в масштабах нашей планеты это вот такой вот отрезок вот просто вот какой-то невероятно маленький поэтому все это такое Виция остаться в истории или вы просто хорошо прорезли в каких-то своих масштабах остался да там как чемпион по Counter-Strike но я не планирую что-то делать опять такое грандиозное там чтобы там где-то засветиться и так далее то есть если вдруг как-то там а ну так бывает на самом деле вот мы сейчас например снимем видео да и тут что-то произойдет такое хайповое да то все это вот все запомнят и оно останется подмена да да уже следующее поколение растет уже выросло в принципе смотри да заменишь меня в аналитике да заменю заменю ну давай заменю в аналитике хорошо договорились сейчас смеемся через там 20 лет Боря Стасян добрый день не исключено красота Стасян Каскорский уйдем в закат уйдем в красивом закате мне хочется как-то учиться у вас чему конкретно всему 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 восприятию жизни всему учиться потому что с возрастом закостеневаешь понимаешь становишься такой ретроградной вот это мозя это а вы как-то совсем иначе это не делаете я считаю что молодежь она лучше чем вот наше поколение вот в наши часы то то таки было зовсем иначе а мне кажется что нет что молодежь она всегда и в этом прогрессе что повсюду не не что это Субтитры создавал DimaTorzok